Елькин, директор Таврической Академии Крымского Федерального Университета. Здравствуйте! Добрый день! Сергей Владимирович, как началось ваше утро нового дня сегодня? В подготовке к прямому эфиру впервые в моей жизни в скайпе, в прямом эфире поприветствовать вас и наших участников. То есть вы прямо так основательно подготовились? Конечно! Кто ничего не делает, тот всегда проигрывает. Мы знаем, что 25 числа будет организован онлайн-день открытых дверей в Таврической Академии. Расскажите, пожалуйста, что из себя будет представлять этот онлайн-день? Да, действительно, впервые за 100-летнюю историю Таврической Академии приглашаем на наш день открытых дверей в режиме онлайн. Участие может принять любой желающий, который пройдет предварительную регистрацию. Ссылки мы разместили на сайте университета, в социальных сетях. Также размещена и прямая ссылка на трансляцию в YouTube-канале. У вас будет возможность задать вопросы как заранее, так и в прямом эфире в чате. День открытых дверей состоится 25 апреля в 11 часов. Это суббота. Планируем продолжительность ориентировочно 2 часа. Сергей Владимирович, ну а что абитуриенты смогут увидеть, что узнать из этого прямого дня открытых дверей? В первую очередь в прямом эфире мы встретимся с руководством Таврической Академии, с ответственным секретарем приемной комиссии, который расскажет о правилах приема, о бюджетных местах в этом году, дополнительных баллах при поступлении, изменениях в правилах приема. И самое главное, остановимся на сроках и порядке подачи документов этим летом в текущих условиях. В дополнение мы предложим пройти видеотур по направлениям подготовки, научным лабораториям, культурной, творческой, научной жизнью наших студентов. Такова наша программа. Мы знаем, что обучение сейчас проходит в Таврической Академии. Оно происходит дистанционно. Расскажите, пожалуйста, как оно, ну не страдает ли продуктивность такого обучения? Прежде всего, следует остановиться на рамках, в которые реализуется образовательная деятельность. Сегодня образовательное пространство не замкнуто в стенах здания нашего университета. И отправной точкой изменений станет именно сегодняшний день. Одномоментно мы остались в условиях без права выбора. В результате мы получаем новые смешанные гибридные образования. Появляются новые сервисы, каналы связи, новые форматы контакта, новые лидеры. И даже сейчас происходит смена лидерских позиций в новых конкурентных условиях. И это выступает вызовом как для студентов, так и для преподавателей и управленческих команд. В данном контексте я бы хотел остановиться на обладевании всеми участниками образовательного процесса такими навыками, как командная работа по организации в условиях неопределенности, быстрота продуманной уверенной реакции, работа в долгую с повесткой, которая выходит за горизонт событий, увеличение скорости, точности, ясности принятия решений, ведь мы сейчас работаем в цифровом пространстве. Если об итогах, то все аудиторные занятия, лекционные, практические, лабораторные, были переведены в онлайн-среду. Такой резкий переход на дистант в середине семестра без предварительных организационных мероприятий, мера экстренная, временная. И в этих условиях все возможные ресурсы университета, внешних поставщиков контента, сервисов, были использованы для реализации учебного процесса в сети интернет. Преподаватели организовали учебный процесс при помощи дистанционных обратных технологий на основе различных способов доставки, электронного контента и доступных на текущий момент инструментов коммуникации обучающихся и преподавателей. При этом мотивированные преподаватели и студенты достаточно хорошо справились с поставленной задачей. Вы говорили про продуктивность. При оценке продуктивности новой образовательной технологии велик соблазн сравнивать результаты обучения, полученные обучающимися в этой технологии, с традиционными результатами обучения в традиционной модели очного обучения. Если продуктивность измерять успеваемость у студентов, то успеваемость будет показана на летней экзаменационной сессии. Промежуточные результаты говорят о том, что обучение продуктивно. Однако, хотелось бы отметить, что продуктивный анализ, как правило, не даст обоснованных значимых результатов. И я бы под эффективностью и продуктивностью в этом случае определял соотношение результатов и затраченных ресурсов с учетом срочности поставленных задач. Сергей Владимирович, дай Бог, чтобы все получилось. И я бы хотела сделать выводы из этого глобального эксперимента. Спасибо вам, что... При этом, повторюсь, мотивированные студенты и преподаватели справились хорошо с поставленной задачей. Так и будет. У нас ни капельки сомнений в этом нет. Большое вам спасибо, что вы нас так тоже промотивировали, уверены в том, что все у нас получится, несмотря на временные такие ограничения и меры. Спасибо вам еще раз. Напоминаю, у нас сегодня в гостях нашей студии Сергей Елькин, директор артаврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского. Еще раз благодарим вас за включение.